Привет, меня зовут Паша, я из почти университета. Сегодня у нас курс веб-технологии, урок номер 4, не блокирующий ввод-вывод. Он существует уже более 20 лет. На нем работает более половины веб-сайтов в мире. Экстремально надежный HTTP сервер Apache. Каждый запрос к этому серверу обрабатывается в отдельном потоке. Обработка запроса обычно сопровождается обращением к базе данных. Затем формируется HTML-страница с использованием одного из подключаемых языков программирования, как правило PHP. Запросы никак не связаны между собой и не требуется никакой синхронизации потоков. Apache заточен на то, чтобы обрабатывать HTTP-запросы как можно быстрее. И чем быстрее он обработает запрос, тем больше запросов он сможет обработать. В то же время существует потребность в веб-серверах несколько иного типа. Такая потребность связана с переходом на более интерактивное взаимодействие между браузером и сервером. То есть и тот, и другой должны иметь возможность отправить данные друг другу в произвольный момент времени. Но принцип работы HTTP-протокола не позволяет серверу отправить запрос на сторону клиента. Единственное, что может сделать, это отправить ответ на запрос. Так что если мы хотим получать данные с сервера в произвольный момент времени, клиент должен отправить запрос заранее, а сервер ничего не будет на него отвечать, до тех пор, пока ему не понадобится отправить данные клиенту. Такая техника взаимодействия называется long-pulling. Клиент отправляет запрос на сервер снова и снова, как только получает ответ. HTTP-протокол версии 1.1 поддерживает режим KeeperLive. Благодаря этому TCP-соединение не закрывается после ответа от сервера, а новые запросы отправляются с использованием уже установленного соединения. Общая тенденция в использовании такой техники привела к появлению нового стандарта в HTML5 – WebSocket. Протокол полнодуплексной связи поверх TCP-соединения. Оба типа соединения имеют обобщающее название – долгоживущие соединения. И их часто характеризует небольшой объем данных по отношению ко времени существования соединения. Начиная с 2002 года, когда Дэн Кегель опубликовал свое исследование под названием «Проблема 10 тысяч соединений», начали происходить серьезные подвижки в написании программного обеспечения, точнее серверов, способных обслуживать более 10 тысяч подключений одновременно. Конечно, апач невозможно использовать в условиях, противоречащих тем, для которых он был спроектирован. Создавать отдельный поток на каждое подключение – это слишком расточительно для оперативной памяти. Суть исследования Дэна заключается в том, что для написания софта, способного обслуживать более 10 тысяч соединений, нужны специальные подходы и алгоритмы, в частности использование неблокирующих сокетов. Посмотрим в код и начнем с обычного блокирующего сокета. Тут я создаю сокет и подключаюсь к серверу Яндекс. Отправляю простой http-запрос. Напишем функцию чтения из сокета. Запустим программу. Мы видим ответ от сервера, но он не полный. Программа завершилась раньше, чем мы получили весь ответ. Давайте создадим цикл и получим весь ответ от сервера. И для удобства добавим такую стрелочку, иначе вывод сгруппируется в один сплошной поток, и мы не поймем, сколько раз выполнился цикл. Запускаем программу. Ну вот она, страница Яндекса. Программа, кстати, не завершилась, а висит в функции чтения из сокета. Иначе говоря, поток заблокировался в функции receive. Что если мы захотим отправить несколько запросов на разные сервера одновременно? Например, на сервер Яндекс и на сервер Гугл. В этом случае одним потоком мы не ограничимся. Мы вынуждены будем использовать многопоточность. А причина этому то, что функция receive блокируется. Мы не знаем точно, почему она блокируется. Это внутренняя реализация. Возможно, сокет выполняет свою работу в нашем потоке. А возможно, наш поток просто ждет внутри функции receive, пока внутренняя логика сокета не сработает и не отпустит поток. В любом случае, мы вынуждены создавать новый поток для каждого сокета. Рассмотрим неблокирующий сокет. Создадим сокет и переключим его в неблокирующий режим после установки соединения. Отправим HTTP запрос. Если мы попытаемся вызвать функцию receive сейчас, то получим исключение, которое говорит нам, что сокет еще не готов для операции чтения. Поэтому мы не будем вызывать функцию receive сейчас. Чтобы знать точный момент, когда сокет готов, мы будем использовать функцию select. Руководство программиста Linux дает неплохое определение функции select. Здесь говорится, что select позволяет программе отслеживать множество дескрипторов файлов на предмет готовности дескриптора совершить некоторые классы операций ввода-вывода. Мы пока будем использовать один дескриптор, и нас интересует операция чтения из сокета. Поэтому мы будем вызывать функцию select, передав ей наш сокет в массиве potential readers. То есть select будет отслеживать события готовности сокета на чтение данных. Функция select возвращает кортеж. Ready to read, ready to write, in arrow. Мы будем использовать только ready to read. Этот массив содержит сокеты, из которых можно прочитать данные. Попробуем запустить программу. Ответ от сервера пришел, и программа снова не завершилась. Она заблокировалась в функции select. Так в чем же разница, спросите вы? В блокирующем сокете программа блокируется в функции receive, а в неблокирующем функции select. Разница в том, что функция select позволяет нам работать сразу с множеством сокетов. Создадим второй сокет. Отправим второй запрос и добавим второй сокет в массив potential readers. Теперь функция select будет возвращать нам оба эти сокета. Заменим вывод данных на вывод только его длины. Так нам удобнее будет анализировать вывод на консоль. Функции print стрелочку заменим на условие. Выводите единицу, если текущий сокет равняется S1. Иначе будем выводить двоечку. Так мы будем видеть, из какого сокета производится чтение. Запустим программу. Мы видим, что происходит поочередное чтение между двумя сокетами. То есть нам удалось работать сразу с двумя сокетами, не прибегая к многопоточности. То, что функция receive блокируется или не блокируется, не является хорошим или плохим фактом. Мы сами вправе выбирать, как мы будем работать с сокетом. Наш выбор определит стиль нашей программы. Если мы выбираем блокирующий сокет, то это хороший выбор для большинства задач. Но без сомнений, самый быстрый код использует не блокирующий сокета. Но в таком случае вся наша программа будет иметь совершенно другую архитектуру. Вы не можете просто взять и перейти из одного стиля в другой без переписывания большей части кода. Конечно, этот пример затрагивает только малую часть работы с блокирующими сокетами. В ожидании событий нуждается также функция connect, функция send, обработка ошибок, событие отключения сокета. Это намного сложнее, чем блокирующийся сокет. Обычно нам не приходится работать с неблокирующим сокетом напрямую. Это отдается на обработку промежуточным библиотекам или модулям. Например, для языка Python существует фреймворк Tornado. Давайте посмотрим на описание на главной странице. Оно как нельзя лучше отражает то, что делает фреймворк. Tornado – это веб-фреймворк и асинхронная библиотека, изначально разработанная в FriendFeed. Она использует неблокирующий сетевой ввод-вывод. Торнадо может масштабироваться до десятков тысяч соединений, делающих его идеальным для лонг-пулинг, веб-согет и других приложений, которые требуют долгоживущих подключений для каждого пользователя. В сердце Tornado разработчики реализовали цикл событий – event loop. И в этом цикле вызывают функцию select. В этом цикле выполняется не только весь сетевой ввод-вывод, но и всё, что вы напишите в качестве обработки запросов. То есть, в принципе, всё. Разработчики Tornado сознательно отказались от многопоточности, которые, в общем-то, есть в Python, и перешли к однопоточности в пользу быстродействия и возможности создания огромного количества сокетов без существенных затрат объёма оперативной памяти. Давайте теперь обобщим всё, что мы здесь увидели, и сравним с JavaScript. Возможно, вы уже увидели некоторую аналогию, но всё же пройдёмся по пунктам. JavaScript однопоточный, так же, как и Tornado сервер. С одной лишь разницей, что в JavaScript это было всегда, а в Tornado это сделано искусственно. В JavaScript есть цикл событий, event loop, так же, как и в Tornado. С той лишь разницей, что в JavaScript он был всегда, а в Tornado он был написан ребятами из FriendFit. Фреймворк Node.js расширяет JavaScript, и теперь он получает функции неблокирующего ввода-вывода, так же, как в Tornado. Получается очень элегантное решение, когда мы берём язык программирования, который сам по себе является половиной решения. Добавляем к нему некоторую часть, которая позволяет нам строить на нём очень высокопроизводительные современные веб-сервера, способные поддерживать сотни тысяч подключений одновременно. Существуют тесты, в которых удается поднять 1 миллион подключений на одной машине с объёмом оперативной памяти 16 гигабайт с Node.js на борту. Спасибо за внимание, смотрите мои уроки, подписывайтесь на канал. Пока!